Члены Северло-Ирландского Оранжевого Ордена снова пообещали, что парад пройдет тихо. Они хотят пройти через весь Белфаст к своей церкви. Это давняя традиция, причина постоянных конфликтов. Дело в том, что протестантам указывают, как именно им можно проложить маршрут, чтобы не помешать католикам. Это слишком, считают в Ордене. «Нам важна наша религия. Наши орденские ленты – выражение нашей религиозности. Но мы, протестанты, постоянно подвергаемся нападкам в Белфасте и во всей Северной Ирландии. Нашу культуру фактически уничтожают». На самом деле Ордену нельзя исполнять музыку в этот день. Их маршрут проходит мимо церкви Святого Патрика в католическом квартале Керрик-Хилл. Католики очень недовольны. Они воспринимают протестантские песни как провокацию. Похожие парады за прошедшие месяцы привели к беспорядкам. Был случай, когда католическая молодежь напала на полицию. Очевидец говорит, что молодых людей спровоцировали протестанты. «С 12 июля у нас проблемы. Они тогда распевали нерелигиозные песни. Надо было просто посмотреть на их лица. Они танцевали перед церковью и пели жуткие песни о нас, католиках. Нужно, чтобы это прекратилось». Между тем, сотни протестантов стали еще активнее. Так они поют свои гимны, несмотря на запрет. Даже тогда, когда они идут мимо католической церкви. С нас довольны. Более 30 лет они нас пугали оружием и бомбами. Нам приходилось мириться даже с тем, что террористы сидят в правительстве, чтобы мы жили в спокойствии. Но этого оказалось недостаточно. Теперь нас заставляют скрывать свою культуру и свои традиции. Но мы говорим, нет, хватит. До сих пор в протестантских районах города есть рисунки на стенах, прославляющие вооруженную борьбу. Радикалы есть и среди католиков. Они отвергают мирное решение конфликта. Питер Шерлоу преподает в университете Белфаста. И он поддерживает контакт с представителями обеих сторон. Он считает, что радикализм стал большой проблемой. «Раньше, может, у одной группы диссидентов было оружие, но не было боеприпасов. Они были у другой группы. А сейчас эти группы заодно. Им ясно, что они смогут больше сделать, объединив усилия. И такое развитие дел, я считаю, очень опасным». В Белфасте обе группы даже разделены стеной. Попасть в другую часть города можно только проехав через ворота. Но на ночь их закрывают. Хетер Уилсон давно не замечает этих стен. Ей приходится каждый день проезжать мимо них. 21-летняя протестантка едет к своей лучшей подруге – католичке. «Я еду на машине. Могу и выйти, если буду с моей подругой. Но одна вряд ли решусь. Я плохо знаю этот район. Здесь совсем не так, как там, где я живу. Но если мне надо будет, я буду гулять с Роуз. Это будет отлично». «Хетер не раз была здесь уже. Я видела реакцию людей. И она была позитивной. Большинство… Да, я знаю, всегда есть люди, которые живут в прошлом. Но большинство готовы идти дальше. Они считают, что это очень здорово. И говорят, давайте смотреть в будущее». Но чтобы все жители Белфаста так относились друг к другу, как эти две подруги, предстоит еще очень много сделать. Продолжение следует...